МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дело молодежи и спорта вернулось с крупнейшего молодежного форума. Далее расскажем во всем подробно. 33 рубля вместо 22 за наличные расчеты, 31 за безнал. Такой тариф за проезд в общественном транспорте предлагает установить администрация с 1 октября. Но многие депутаты предложение не одобрили. Нельзя повышать тарифы на проезд, раньше декабря, считает Иван Ситников. Сейчас многие горожане на автобусах регулярно ездят на дачу, а потому резкое повышение стоимости билетов больно ударит по их кошелькам. Тариф, предложенный администрацией Иван Иванович, также предлагает пересмотреть. Взять пример с Думы Нижнего Новгорода. Автоперевозчики Нижнего, областного центра, выходили в свою Думу с предложением увеличить тариф до 42 рублей за одну поездку. Депутаты поступили мудро. Сделали 35 за нал и 30 за безнал. А там расстояние маршрутное гораздо протяженнее, чем наше. Значит, затраты перевозчиков тоже значительно больше. Но, тем не менее, была найдена золотая середина, был найден компромисс. Поиском так называемой «золотой середины» занимались народные избранники на очередном заседании Думского комитета. Последнюю индексацию тарифов в Сарове проводили в 2018 году. Администрация предоставила экономическое обоснование повышения тарифов. Так, исходя из объема пассажиропотока, который составляет около 2 миллионов поездок в год, и величины выручки, необходимой перевозчику для покрытия расходов 49 миллионов, и были предложены тарифы. 33 рубля за наличный расчет и 31 за безнал. Повышение не коснется проездных билетов для льготных категорий граждан. Да, кто платит, ну, налом или безналом, мы только об этом говорим. Никак не хотим затронуть пенсионера, погорчить, обидеть. А когда им это может быть говорят, они думают, что их проездной увеличится, понимаете? А проездной-то не увеличится, поэтому это заблуждение. Поэтому нужно говорить, что это к ней не относится. Понятно, что мы же сейчас и говорим, что ветеранов это не затронет пенсионер. Повышать тарифы крайняя мера, считают многие народные избранники. Для начала важно залатать другие дыры в работе перевозчиков. Среди них – оптимизация маршрутной сети. За последние годы в Сарове все больше выручки за поездки получают именно частные перевозчики. В то время как «Горавтотранс» остается на вторых ролях. Когда, извините, три особуса «Горавтотранс» друг за другом, гуськом проехали, а все, и 30 минут окно, да, где частники действуют. Ну, это, наверное, надо менять что-то уже в этом подходе. Не просто ценой, да, поездки регулируются, а в том числе и техническими средствами. К единому мнению депутатам прийти не удалось, а потому вопрос направили на проработку. Отдельно его рассмотрит рабочая группа Думы. В этом году профсоюзной организации ядерного центра исполнилось 75 лет. В мае 1947 года прошло первое собрание работников объекта – конструкторского бюро «11». В жизни профсоюза было три периода – советский, переходный и период рыночной экономики. Самыми сложными, как считает нынешний председатель Иван Никитин, оказались 90-е. Именно тогда Ивана Александровича выбрали главы профсоюза. О знаковых событиях в истории организации председатель рассказал на пресс-конференции в честь юбилея профкома. Появилось новое направление деятельности профсоюзной организации – это борьба с задержкой выплаты заработной платы. У нас в УНЕФе эти задержки начались практически с начала 90-х годов, уже в 93-м году. В июне под правильным дождем на стадионе «Старт» состоялся митинг трудящихся в УНЕФ с требованием выплат заработной платы. Сегодня профсоюзная организация «РФИАЦ ВНЕФ» – одна из крупнейших в Российском профсоюзе работников атомной энергетики и промышленности. Она насчитывает более 13 357 человек. Правком ВНЕФ сотрудничает с профсоюзными организациями восьми предприятий города, в том числе и клинической больницей номер 50. Среди достижений профсоюза за последние годы запуск дисконтной программы. На ряде предприятий города членам профсоюза ВНЕФ предоставляют скидки. Будем дальше развивать. Я думаю, надо сейчас все-таки этот дисконт предложить и нашим ветеранам, потому что забота о них первое дело, особенно профсоюз. Я так считаю. Говоря о работе с молодыми специалистами, Иван Никитин отметил, что профсоюз эффективно взаимодействует с администрацией ядерного центра. Тем, кто после ВУЗа приходит на работу, в НЕФ гарантирует высокий заработок. У нас вопросов нет и полное взаимопонимание с руководством. И мы каждый раз в коллективном договоре этот пункт прописываем в поддержке молодых специалистов о гарантированном заработке, их гарантированном заработке в течение трех лет их деятельности. Также Иван Александрович затронул вопрос заработной платы всех работников ВНЕФ. В 2007 году удалось добиться того, чтобы в отраслевое соглашение внесли пункт о ее ежегодной индексации. В этом году зарплаты проиндексировали на 10% с февраля. Кроме того, планируют еще одну индексацию в сентябре. Открывать Саров нецелесообразно, особенно в нынешней непростой ситуации, считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Своим мнением о дальнейшей судьбе закрытого города он поделился в интервью одного из телеграм-каналов. Если провести соцопрос среди местных жителей, то 90% будет против такого шага, утверждает глава региона. Мы также провели опрос, чтобы узнать, как саровчане относятся к перспективе жизни с открытыми городскими границами. Я против. Я выросла в закрытом городе, родилась в закрытом городе. Мне нравится, что город закрыт. И, в общем-то, посторонние люди у нас больше не приезжают в основном. Я думаю, что нет. Почему? Во-первых, не та обстановка. Во-вторых, чтобы его открыть, нужно дополнительную защиту наших предприятий. Ну, как-то здесь так спокойно. Мы живем. Я не знаю, что будет, если город откроют. Мне кажется, здесь много очень народа из деревни сюда поедут. Все-таки здесь и работа, и устроиться как-то можно. И думаю, что коренным местным жителям Сарова это понравится. Я думаю, что нет. Почему? Ну, я здесь давно живу. Мне так нравится, что город закрытый. Тем более здесь много наоборонных предприятиях. Я думаю, что это будет лишнее. Ну, я-то открыла бы. Ну, дети почему-то говорят, не надо. А так, какая разница? Вот я в Нижний часто езжу. По Москве ходил, никто у меня нет там. Так что... Несмотря на закрытость города, стоит рассмотреть вопрос упрощения въезда для туристов и паломников, поскольку за последние годы Саровский монастырь преобразился, стал туристической гордостью региона, считает Никитин. Еще в 17-м году прямо через этот монастырь проходила дорога. Как сейчас помню, я приехал первый, прямо основная магистраль города. Сейчас он полностью замкнут, восстановлены святыни, восстановлены храмы. Конечно, это туристическая гордость региона. И хотелось бы, чтобы доступ к ней был несколько упрощен. Но это, опять-таки, вопрос серьезной очень проработки. И такого рода решения ни в коем случае не должны привести к снижению уровня защищенности и безопасности объектов центра. Кроме того, Глеб Никитин отметил, что Саровский ядерный центр также занимается выпуском гражданской продукции. В частности, предприятие разрабатывает программное обеспечение в области автоматического корректирования продукции. Этот продукт уже активно закупается и используется по всей России. Более 96% населения в нашем регионе имеет доступ к скоростному интернету. Доступ к голосовой связи имеет 98% нижегородцев. По-прежнему есть проблема в малых населенных пунктах, где живет около 100-200 жителей. Чтобы решить этот вопрос, в области запустили федеральный проект устранения цифрового неравенства. Мы строим базовые станции именно в таких населенных пунктах, где нет связи. И эти базовые станции сразу обеспечивают покрытие как 2G-связи, так и 4G. По сути, проект достаточно уникальный, но в этом году нам пришлось его притормозить в связи с тем, что сейчас наблюдаются некие перебои с поставками оборудования, телекомоборудования прежде всего, от компаний, которые сейчас находятся в недружественных странах. Вопрос все-таки удалось решить, и сейчас в области планируют построить вышки в 33 населенных пунктах. В следующем году еще 33 деревни будут покрыты сотовой связью, включая высокоскоростной интернет. Кроме того, министр затронул и кадровый вопрос. Технологии стремительно развиваются, и знания, полученные 5 лет назад, сегодня уже устаревают. Специалистам, работающим в этой сфере, требуется постоянно актуализировать навыки. Поэтому в области сейчас чувствуется дефицит хороших кадров, хотя регион занимает первое место среди нестоличных по доле айтишников. В этой сфере трудится около 35 тысяч человек. И этого ресурса, несмотря на все ограничения, которые сейчас есть, по-прежнему не хватает. У нас на самом деле много проектов, которые направлены как раз на восполнение этого дефицита, на подготовку айтишников, как с точки зрения краткосрочного периода времени, когда мы здесь сейчас осуществляем профессиональную переподготовку, содействуем организациям, предоставляющим дополнительное образование. Кроме того, в области выстраивают и долгосрочный трек подготовки айти-специалиста со школьной скамьи. Уже есть договоренности с несколькими крупными компаниями в этой сфере. Например, федеральный проект «Университет 2035». Там можно получить образование в области искусственного интеллекта уже здесь и сейчас. А федеральное правительство компенсирует большую часть стоимости обучения. Кроме того, через портал «Госуслуг» можно записаться на различные курсы. Также министр рассказал о мерах поддержки айти-компаний. Наверное, самое значимое – это, прежде всего, пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения. Она снижена в Нижегородской области до 1% от доходов по схеме налогообложения от доходов. И до 5% вместо 15% по схеме налогообложения доходов минус расходов. То есть это достаточно одна из самых низких налоговых нагрузок. Притом, эта налоговая нагрузка, сниженная налоговая ставка распространяется на все компании, которые входят в IT-сектор. Также действует возврат 50% от НДФЛ, если компания переводит свой персонал в наш регион. Запущена льготная ипотека для айтишников и маркетплейс по импортозамещению программного обеспечения. Информацию обо всех мерах поддержки можно получить в чат-боте Министерства информационных технологий и связи области. Орган управления многоквартирным домом – общее собрание жильцов. Его можно проводить неограниченное количество раз по любому вопросу, волнующему жителей. Будь то содержание придомовой территории, ее благоустройство, вывоз и содержание ТКО и прочее. К примеру, силами общего собрания вполне реально решить проблему замены скамеек, поскольку все объекты, которые находятся на придомовой территории, входят в состав общего имущества МКД, рассказал в интервью Центру управления регионами глава Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербулов. Если мы говорим, например, о замене лавочки, об установке новых лавочек каких-то, то здесь, конечно, решение общего собрания. И все то же самое за счет средств текущего ремонта управляющая организация проводит эти работы. Но я думаю, здесь, может быть, не всегда и требуется замена лавочек, да, может просто достаточно ее поремонтировать, вот. Тогда здесь уже не надо общего собрания, проводить общее собрание. Также силами общего собрания можно добиться появления на придомовой территории лежачего полицейского и дорожных знаков. Здесь процедура будет сложнее. После принятия решений управляющая организация заключает договор с муниципальным учреждением. Затем разрабатывают и согласовывают проект организации дорожного движения. Все, как только проект есть, согласован. Домоуправляющая компания нанимает подрядную организацию и та выполняет необходимые работы. Естественно, надо понимать, что все эти работы выполняются за счет средств собственников, за счет средств текущего ремонта жителей. Согласно требованиям жилищного законодательства, если в доме нет ТСЖ и в нем больше четырех квартир, то жители создают совет, из числа участников которого выбирают председателя. Простыми словами, старшего по дому, рассказал Игорь Сербулов. Доверенное лицо жителей решает массу вопросов по домовым проблемам. Однако нередки случаи, когда управляющие компании остаются глухи к просьбам жителей. Если же они не реагируют, то, естественно, человек вправе обратиться уже в надзорные контрольные органы, в первую очередь к нам. И, конечно, мы здесь проведем необходимую проверку, мы разберемся, рассмотрим обращения, естественно. При необходимости проведем проверку в отношении управляющей организации. Вот. Достаточно серьезная ответственность у управляющих организаций, если они не реагируют или там не исполняют какие-то требования. Обратиться в госжилинспекцию можно несколькими способами. Через ГИС ЖКХ на портале госуслуг. По телефону горячей линии 8 831 430 79 19. Обязательное условие подачи жалобы – пройти процедуру аутентификации, не удостоверив личность обратившегося к ЖИИ, не начнет проверку. По церковному преданию Дева Мария всю земную жизнь соблюдала строгую умеренность в еде, а за три дня до своего Успения совсем отказалась от пищи и пила лишь воду, посвящая все свое время молитве. Поэтому своим воздержанием во время Успенского поста верующие подражают самой Богородице. Для православных Успенский пост – это две недели духовной и телесной подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородице. Успенский пост – это один из древнейших постов Церкви. О нем упоминание есть чуть ли не с 4 века, то есть с начала первых столетий христианства, христианской церкви. Официально и окончательно утвердился в 12 веке. И этот пост, конечно, связан с памятью Божьей Матери, потому что заканчивается праздником, двенадцатым праздником Успения Божьей Матери. Успение – это как бы смерть, но это все-таки торжественное событие, потому что она перешла туда, в тот мир, где Господь. Успенский пост по строгости сопоставим с Великим постом, а по длительности он составляет две недели. В эти дни верующие исключают из своего рациона мясо, рыбу, морские деликатесы, яйца и молочные продукты. Послабление в трапезе допускается только в праздник преображения Господня, или, как его называют в народе, яблочный спас. В этот день на праздничный стол можно поставить рыбу. Каждый из многодневных постов для верующих – это время напряженной духовной работы и сосредоточенности на внутреннем. Любой пост, он преследует одну духовную цель – очищение человека, внутренняя собранность человека, духовная собранность. Пост телесный, он только нам в помощь, потому что помогает обуздать наши страсти, наши греховные привычки, наши греховные какие-то деяния. Если в этом посту удастся исповедоваться, причаститься и сделать добрые дела, это будет замечательное время проведения поста. Успенский пост приходится на самый разгар лета. Для многих воздерживаться в это время бывает сложно. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем или обстоятельства жизни, которые не позволяют соблюдать пост в полной мере, то лучше обсудите этот вопрос со священником. Если для человека это важно, у него есть какой-то ритм духовной жизни, он будет соблюдать. В той мере, в которой ему позволяет здоровье, его служебные обязанности, его духовный уровень жизни, он будет соблюдать. Для человека, который не мотивирован, значит, ему надо искать эту мотивацию. Успенский пост завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Протеерей Григорий Григорьев, настоятель храма Рождества Иоанна Претечи в Юках, Выборгской епархии Ленинградской области, личность неординарная и разносторонняя. Священник выступает не только как клирик православной церкви. Отец Григорий – психотерапевт, психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, доктор богословия, заслуженный врач Российской Федерации, член Союза писателей России. В сфере медицины отец Григорий занимается зависимым поведением, лечением алкоголизма и наркомании. И именно работа врача привела его к необходимости стать священником. Я занимаюсь зависимостями с 1975 года. И за это время у меня было пролечено более 130 тысяч больных с разными зависимостями. И многие из них пришли в храм. То есть в чем смысл? Вот проводится медицинское лечение, и кто-то идет в храм, кто-то и не идет в храм. Потом мы наблюдаем эффективность, сравниваем вот такое вот качество этой ремиссии. Ну то есть можно не пить и радоваться жизни. То есть моя задача – научить людей радоваться естественным путем. Такую задачу отец Григорий поставил и в своих произведениях. Как быть счастливым? На этот вопрос священник отвечает в цикле «Ветер радости». Сам автор определяет свои произведения в жанре личный эпос. Это и фикшн, и нон-фикшн, и автофикшн. И здесь включены и автобиографичные фантазии. Это реальные события, которые переосмысливаются иногда в мистическом, фантастическом, сказочном варианте. И все это смешано с абсолютной реальностью. И задача этого жанра заключается в том, что в этом слове находятся энергии эпохи. Саровским читателям отец Григорий представил две книги цикла. Первая – «Городокское приволье». Это лучшие воспоминания детства священника. А в произведении «Что приносит нам сны» – второй книги «Ветер радости». Автор рассказывает о времени своего обучения в военно-медицинской академии. После презентации протоире Григорий Григорьев ответил на вопросы публики о вере и духовной жизни. Несколько экземпляров своих книг цикла гость подарил библиотеке имени Маяковского. Взять их можно будет в отделе духовно-нравственной культуры. Звезда по имени Солнце. Группа «Крови», «Кукушка», «Видели ночь». Эти песни группы кино знакомы практически каждому. В 80-х их напевала вся страна. 15 августа 1990 года жизнь лидера группы Виктора Цоя оборвалась в автокатастрофе. Но и спустя 32 года интерес к творческому наследию музыкантов не ослабевает. «Цой жив» – это уже не просто крылатая фраза. Это больше слова, песен. Они вроде как бы простые, но при этом цепляют очень сильно. И мне довольно-таки больше слова в песнях нравятся. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. Вроде бы как бы слова как слова, но когда начинаешь вдумываться глубоко, то у тебя сразу меняется мировоззрение. Музыканты группы «Последний герой» приехали в Саров, чтобы выступить вместе с местными исполнителями на концерте памяти Виктора Цоя. Как рассказал Реша Торгашев, их коллектив много гастролирует по всей стране, выступая с песнями группы кино. И интерес к хитам 80-х не падает. На концерты приходят не только те, кто застал Цоя живым. Не меньшую любовь и почтение к нему питают и молодые люди. В Сарове также. На набережный парк Озерново пришли и люди в возрасте, и молодежь. Сегодня я пришла получить хорошие эмоции от прослушивания музыки Виктора Цоя. Ну, в принципе, весело провести время с своей подругой. Хотя Цоя и не застал, но это для меня музыка моего детства. Потому что, когда ездил в дальние поездки с родителями, всегда играл группы кино. И это такой момент для меня понастальгировать. В наше детство на этих песнях все прошло. Тренировки футбола под эту песню. Ну, под эту группу проходили. То есть наши наставники старшие, они очень уважали эти песни. Выросли на нас. Мы сейчас передаем эту любовь своим детям. Я думаю, что это должно быть понятная песня, хорошая, со смыслом. Родители слушают. И я тоже с раннего детства, лет с восьми, наверное, когда впервые услышал его песни, они меня сразу зацепили. Вот и как-то сам начал его потихонечку слушать. Группу кино, а не Цоя. Мне больше так нравится говорить. Потому что авторы были многие, если не только Цой. Ну, это какое-то просто душевное чувство. Слова в песне, они настолько простые и понятны, но в них вложен очень глубокий смысл, который раскрывается постепенно с годами. Творчество группы кино наложило огромный отпечаток на многих музыкантов. Практически все, кто учится играть на гитаре, начинают с песен Цоя. Музыка, кино – как раз тот случай, когда достаточно сильного желания и элементарной усидчивости, чтобы освоить гитару на минимальном уровне. А многие под влиянием Виктора Цоя приходят в рок-музыку. Как, например, музыканты Саровской группы «Осколки реальности». Для меня Цой – сложный вопрос. Он просто есть, его не отнять. Мне кажется, часть жизни каждого человека – настолько культовая личность, что он частичку себя составляет в каждом. В этом году Виктору Цоя могло бы исполниться 60. За 28 лет жизни ему удалось достичь того, чего многим и не снилось. Рок-музыкантов в СССР было много, но так получилось, что советский рок практически всегда ассоциируется с Виктором Цоем. Лаконичный, но имеющий глубокий смысл, понятный и запоминающийся. Его композиции кажутся вечными. Ему удалось попасть в нерв поколения. Не зря Виктора Цоя называют последним героем ушедшей эпохи. За прошлый месяц в регионе еженедельно регистрировали не более 350 обращений из-за присасывания клещей. В первую неделю августа за помощью в медучреждение обратилось уже 433 человека, сообщила заместитель главного санитарного врача Нижегородской области Наталья Садыкова. При этом спикер отмечает, что рекорд по количеству обращений ещё не побит. В 2019 году в пикактивности клещей в неделю до тысячи человек обращались к медикам из-за укусов паразита. Часто именно в конце июля, в начале августа наблюдается второй выплат. И когда особенно затяжное лето, тёплая погода, формируются новые поколения клещей, которые точно так же представляют опасность. Поэтому даже те, кто был насторожен в майские праздники, сейчас несколько внимания своё слабили. В Сарове за прошлый месяц зарегистрировали 34 обращения из-за укуса клещей. 14 из обратившихся детей, 8 клещей оказались носителями боррелии, 1 – боррелий и анаплазмоза одновременно. Зафиксировали также один случай заболевания боррелиоза. Все пострадавшие от укусов клещей получили профилактическое лечение. Если клещ заражён возбудителем инфекционного заболевания, очень важно своевременно обратиться к врачу и начать профилактический приём медикаментов. Чтобы не развилось тяжёлое заболевание. Клещ присосался обязательно, его надо сдать на исследование. Самое минимальное исследование – это исследование на клещевой энцефалит. То есть это важно в течение 4-х суток, даже в течение 3-х суток, соответственно, с последними санитарными правилами, в течение 3-х суток клеща надо исследовать и принять решение о необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Сарова платно проводит исследования клещей на наличие возбудителей заболеваний – клещевого вирусного энцефалита, клещевого боролиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека. Дополнительную информацию можно получить по телефону 7-71-62. Форум «Территория смыслов» – одна из крупнейших образовательных площадок России, который ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей. Форум проходит с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Территория смыслов объединяет творческих и талантливых молодых людей со всех уголков страны. Участники форума представляют свои проекты на получение грантов, проходят образовательные лекции и тренинги. Сыровчанка Дарья Цапорыгина решила отправить заявку на форум впервые. После прохождения отбора Дарья попала в члены оргкомитета в команду тьютеров. Тьютеры – это специалисты, которые работают с молодежью со всей страны. То есть это сотрудники высших учебных заведений, сотрудники среднепрофессиональных учебных заведений. Были даже там учительные школы, сотрудники органов с политической властью, государственной властью. Все, кто так или иначе, в разных сферах своей деятельности профессионально работают с молодежью. Так вот мы все собрались на территории смыслов для того, чтобы прокачать свои навыки, прокачать ребят. В течение месяца команда тьютеров работала с молодежью на сплочение и формирование комфортной эмоциональной среды в коллективе. Направляла, помогала, отвечала на вопросы участников. Перед Дарьей стояла задача познакомить между собой ребят из разных направлений и сообществ, придумать кейсы и задания для развития креативных, коммуникативных навыков. Как наставник форума Дарья работала по линии творчества и креатив. Я делала так, чтобы людям было интересно, чтобы участникам было классно, чтобы им было суперски общаться. Наша задача была все вот эти сообщества соединить в той или иной степени, наладить коллаборации между сообществами. Задача была сделать так, чтобы им было классно в физическом месте жить. Задача была такая, чтобы они понимали ценность и важность образовательной составляющей формы. Выход из зоны комфорта. Так Дарья говорит о своем опыте тьютерства на территории смыслов. Месяц без выходных, в постоянном движении и генерировании идей. Это был настоящий вызов для профессионального мастерства Дарья. И в этом ей помог ее опыт работы с царовской молодежью. Это случилось в моей жизни. Это, наверное, очень классный, даже, я сказала бы, переломный какой-то этап жизни, потому что я именно там поняла, что это классная профессия. Именно там я поняла, что специалист по работе с молодежью – это здорово. Когда тебя слышит молодежь, когда она тебя понимает, и когда ты можешь одновременно общаться с ребятами абсолютно из различных миров, как географически, так и просто, ну, миров с точки зрения бытия – это очень здорово. За месяц участниками форума «Территория смыслов» стали более двух тысяч младых лидеров со всей России. Гранты получили 44 проекта на общую сумму 21 миллион рублей. Труженик войны и народного хозяйства. Такую славу заработал первый серийный советский грузовик «ГАЗ-АА» или «Легендарная полуторка». Грузовик полюбился водителем за простоту конструкции и надежность. Его сборка не требовала высокой квалификации, а ремонт легко было провести в полевых условиях. Такой простой и одновременно надежной машине пришлось пройти героические испытания, выпавшие на долю советских людей. Первые пятилетки, война, восстановление хозяйства. Своя полуторка пополнила парк ретро-автомобилей военно-исторического клуба 1945. Автомобиль был найден недалеко, правда, от города. Отдельно рама, отдельно колеса, отдельно часть, там какие-то разбросанные запчасти. Все это дело складывается в кучу, ну и везется уже дальше, дефектуется, комплектуется, ну и долгие годы ожидания возврата обратно. То есть это вообще серьезная работа, и этим занимаются специализированные мастерские. Самому, если этим заниматься, это достаточно тяжело. ГАЗ-АА 38-го года выпуска выставили на 15-м международном фестивале исторической техники в Казани. Выставка ретро-машин собрала около 300 старинных автомобилей и мотоциклов, прибывших из разных регионов России и Таджикистана. В фестивале клуб 1945 принимает участие уже в шестой раз. Это отличная площадка для общения, знакомства, обмена опытом, признается Алексей Морозов. Из новых автомобилей, вот из нашей тематики, из военных, там, кто нас обогнал, это первое место заняла реставрация полу, так и ГАЗ-А бензовоз, вообще редчайший автомобиль, плюс там второе место заняла ГАЗ-АА тоже грузовой автомобиль с откидывающей скудой, с механическим, то есть вообще очень интереснейшая кинематика, когда ручку просто дергаешь, кузов опрокидывается и потом по собственному весу возвращается обратно. Саровскую полуторку члены жюри оценили по достоинству в номинации за лучшую реставрацию военного автомобиля выпуска до 1950 года она заняла третье место.